Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Трехуровневая помощь. В Сочи открылся перинатальный центр. В новом учреждении здравоохранения сочинки смогут бесплатно делать ЭКО. Его разыскивает Интерпол. Россия попросила Международную организацию уголовной полиции найти украинца, подозреваемого в подготовке теракта в Сочи. Велосипед получил новые права. В ПДД внесли изменения, которые предоставляют велосипедистам приоритет. Память об учителе физкультуры. Бывшие ученики Масхута от Хагушева организовали баскетбольный турнир в 76-й школе. В Сочи открылся новый перинатальный центр на 150 посещений в сутки. Здание полностью достроено и оборудовано по последнему слову техники. Ну а в здание старого роддома переедет отделение гинекологии, которое сейчас функционирует в 4-й городской больнице. В церемонии открытия принял участие Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что открытие такого современного медицинского учреждения – долгожданное событие для жителей Сочи. Город сегодня занимает второе место по рождаемости в крае. Каждый год на свет здесь появляется около 8 тысяч детей. Пройдясь по этим этажам, по этим палатам, по операционным, можно смело сказать, что на все случаи у нас есть свой алгоритм действий и необходимые условия. Это самое главное, чтобы оказать любую медицинскую помощь для того, чтобы ребеночек все-таки родился здоровым. Это будет огромная возможность, которая все-таки уверен в Сочи появилась благодаря настоящему перинатальному центру. Это улучшение качества жизни. Мы, скажем, тот город, который и вошел в пятерку лучших городов России по качеству жизни. Демография у нас всегда была хорошо, и каждый год количество новорожденных у нас все больше и больше, а материнская смертность у нас вообще ноль. Поэтому данный перинатальный центр, он даст возможность еще более качественной жизни. Евгения Соболева и первенца судьба подарила лишь в 36. С долгожданного малыша девушка будет рожать уже в новом перинатальном центре, чему крайне рада. Наверное, сын так подгадал, чтобы родиться в новом перинатальном центре. И очень, конечно, хочется рассчитывать, что, как сказал наш губернатор, что все пройдет гладко, ровно. Конечно, очень здорово, очень красивое здание, очень комфортное. Комфортное, широкие коридоры, палаты просторные, новое оборудование. О чем еще может мечтать мамочка? Только, чтобы все хорошо прошло и чтобы малыш родился здоровый. Перинатальный центр разместился на площади 2,5 гектара. К услугам пациентов женская консультация, современные операционные и экспресс-лаборатории. Единая Россия взяла курс на обновление. Об этом говорили на пленарном заседании 18-го съезда партии. Участников поприветствовал Владимир Путин. На форум прибыли 3,5 тысячи партийцев и руководителей регионов страны. Среди них и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В своем выступлении глава государства отметил, что в ряды единороссов вступают новые управленческие кадры, в том числе активная молодежь. Именно благодаря этому партия сможет выйти на новый уровень своей деятельности и стать прорывной в развитии страны. Также президент призвал прислушиваться к мнению граждан и в полной мере включаться в реализацию их инициатив. Лидерство не в том, чтобы обещать манну и ебесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные нужные стране решения. Но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми, разъяснять, почему принято такое или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время. По мнению главы Кубани, такой подход можно применить в регионах. Время диктует новые реалии, поэтому нужно вырабатывать иные подходы и управленческие решения. Краснодарский край готов полностью помогать в этом вопросе, отметил Вениамин Кондратьев. Также на планерном заседании участники обсудили важнейшие задачи, которые стоят перед партией и страной, а также обозначили пути их решения. Россия объявила в розыск через Интерпол украинца, подозреваемого в подготовке теракта в Сочи. 20-летнего украинца Стефана Капиноса подозревают в оказании содействия в подготовке теракта, говорится в сообщении на сайте Интерпола. Как ранее сообщали СМИ, Капинос имеет отношение к связанному с терроризмом делу другого украинца по имени Павел Гриб. По версии следствия, с 27 марта по 15 мая прошлого года, находясь на территории Украины, Гриб через интернет убеждал одну из учащихся старших классов сочинской школы осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого, по данным следователей, он рекомендовал старшекласснице покинуть территорию России. Гриба задержали в августе 2017 года. Он содержался в СИЗО в Краснодарском крае, затем был этапирован в Ростовскую область. Арест Гриба продлен до 24 апреля 2019 года. Сейчас правоохранители разыскивают Стефана Капиноса, уроженца Ялты, гражданина Украины, 98-го года рождения. По предварительным данным, Капинос вместе с Грибом уговаривал фигурантку дела совершить теракт. Как отмечается на странице Капиноса в соцсети, на данный момент он проходит обучение в школе дизайна в Бёрне, а до этого проживал в Харькове, сообщает телеканал РЕН. К новостям вернемся, а после прогноза погоды и короткой рекламы не переключайтесь. 11 декабря в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13, днем 15-17 градусов выше нуля. Салон-магазин «Куранты» объявляет о новогодних скидках на брендовые часы из Швейцарии, Японии и России. Спешите за подарками. Изящные женские часы, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. В торговом центре «Сан-Сити» уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Они действуют до 31 декабря. Готовьтесь к новому году вместе с «Сан-Сити». Северная 6. Часовой салон-магазин «Куранты». Штрих вашего стиля. Широкий выбор. Доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53. ЦУМ. 2 этаж. 8-918-3243. Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр «Сан-Сити». Все подарки здесь. Сегодня начала работу «Горячая линия» по вопросам нарушения прав участников долевого строительства, а также граждан, вложивших средства в самовольно возведенные объекты жилого и нежилого назначения на территории Хостинского района. Вопросы принимаются по телефону 261 97 50. Работать «Горячая линия» будет до 29 декабря. А теперь о погоде. Синоптики предупреждают о надвигающихся сильном ветре и дожде. В Сочи 11-14 декабря в горах выше 2000 метров лавина опасна. Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов 112. И к другим новостям. Петрозаводск и Сочи свяжут прямой авиарейс. Минтранс Карелии договаривается об открытии нового направления. Рейсы на курорт будут организованы авиакомпанией «Северсталь». Выполняться они будут в период с 1 мая по 30 сентября, что обусловлено повышенным спросом на южные направления в эти месяцы. В региональном ведомстве отметили, что цены на авиабилеты будут не выше, чем на ЖД-билеты, так как правительство намерено субсидировать эти полеты. На эти цели предлагается направить 30 миллионов рублей. Велосипед получил новые права. В ПДД внесли изменения, которые предоставляют велосипедистам приоритет. Одним словом, в правила дорожного движения отныне вводится понятие «велосипедная зона». Такие зоны, для обозначения которых предусмотрены новые дорожные знаки и дорожная разметка, появятся на спокойных улицах. Здесь велосипедисты будут иметь преимущество перед механическими транспортными средствами. Им предоставляется возможность двигаться по всей ширине проезжей части со скоростью не более 20 км в час. В свою очередь, пешеходы могут передвигаться внутри велосипедной зоны, соблюдая те же правила, что и в жилых зонах. Теперь велосипедистам разрешается и сквозное движение по жилым зонам. Вдобавок, они могут ездить по полосам для маршрутных транспортных средств. При пересечении проезжей части по переходам велосипедистам разрешили двигаться по сигналам светофоров силуэтами пешехода или велосипедиста. Еще новая редакция ПДД вводится запрет на парковку на расстоянии менее 5 метров от пересечения дороги с велосипедными дорожками и там, где автомобиль закроет сигналы светофора и дорожные знаки. Документ уже начал действовать, однако автомобилистам придется перечитать его весной 2019-го, когда стартует новый велосезон. Маршрут лайнера «Князь Владимир» планируется продлить до Абхазии. Заход в порт Сухума круизного судна обсуждали в рамках визита российской делегации в республику. На сегодняшний день маршрут «Князя Владимира» пролегает из Сочи через Новороссийск в Ялту и Севастополь. Ну а в скором времени в маршрут черноморского круиза на лайнере, возможно, будет включен порт Сухума. Рабочая группа специалистов компании «Черноморские круизы» и «Росморпорт» посетила Абхазию для детального изучения возможностей включения Сухумского морского порта в популярный маршрут. Работу над благоустройством абхазские специалисты готовы начать сразу после того, как данный вопрос будет вынесен на обсуждение на федеральном уровне в обоих государствах. Дорожная карта уже есть и по ней предприняты некоторые шаги. Есть предпроектное решение и найдены источники финансирования. После подписания соответствующих документов нужно будет несколько месяцев для проведения всех необходимых работ, в том числе и дно углубительных, сообщил на встрече с российской делегацией Адгур Ардзенба, министр экономики. В Сочинской мэрии также отметили, что делегаты из Абхазии выразили надежду, что к началу следующей навигации они сумеют закончить реконструкцию и будут готовы к приему лайнера «Князь Владимир». Отмечу, что регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента России Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера «Князь Владимир», стартовавшее в июне 2017 года. В целом, в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка 5000 человек. Заключительный рейс теплохода в том сезоне состоялся 8 октября. Яндекс назвал самые популярные запросы 2018 года. Аналитики поисковой системы выяснили, какие темы оказались в центре внимания у россиян в этом году. Все события затмил Чемпионат мира по футболу. Именно по нему чаще всего россияне искали информацию. В тройке наиболее популярных событий также оказались зимняя олимпиада в Пхенчхане и пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». В пятерку также вошли бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а также президентские выборы в России. А среди новинок Huawei обогнал iPhone. Сочинская школа номер 4 опять в центре скандала. Инцидент, произошедший на уроке истории, сочинцы обсуждали в соцсетях все выходные. Сейчас видео с урока пересматривают правоохранительные органы. Напомню, пьяный учитель вызвал к доске ученика 9 класса и побил его. Ролик был многократно растиражирован в социальных сетях и собрал множество возмущенных комментариев. По словам директора школы Ларисы Евсеевой, учителя уволили по статье, родителям подростка принесли извинения. Она отметила, что преподаватель не проходил медицинского освидетельствования, а нетрезвое состояние подтверждается только показаниями учеников. Полиция Сочи начала проверку. На данный момент все обстоятельства выясняются. А вот в 76-й гимназии выпускники сегодня чтили память своего учителя. Там прошел турнир по баскетболу в памяти бывшего учителя физкультуры Масхута Тхагушева. Он умер в 2010 году и со следующего года его воспитанники стали собираться в школьном спортзале, чтобы, как и прежде, проводить соревнования. Перед стартовым матчем турнира обязательные аплодисменты в память об учителе. Раньше соревнования проводил в 76-й гимназии учитель физкультуры Масхут Тхагушев. Его воспитанники, помимо участия в городских соревнованиях, играли в волейбол и баскетбол в выходные, и за два дня определялся победитель. Мне очень повезло в жизни, что в те непростые для нашей страны и для моей семьи годы, в простой, средней, догомысской школе у меня был такой прекрасный наставник. И вполне возможно, допускаю, что если бы не он, то в моей жизни, возможно, открылась бы другая дорога, были бы другие ориентиры, я не связал бы ее со спортом и вполне возможно даже с журналистикой. Очень благодарен Масхуту Османовичу. Воспитанники вспоминают талант Тхагушева – объединять любителей спорта. Решили традицию проведения подобных турниров поддерживать и после ухода любимого учителя. Масхуту Османовичу умудрился вместе собрать и вместе научить дружить людей многих возрастов. Допустим, у нас сейчас играют ребята 2012 года выпуска, а я выпускник 1997 года. То есть очень большая разница, мы до сих пор, мы довольно-таки часто вместе собираемся и играем. Всегда на матчи приглашают дочерей Масхута Тхагушева. Кстати, они продолжают дело отца, работают преподавателями в той же гимназии номер 76. Мне очень приятно, я горда за папу. Раньше, вот в детстве, я очень обижалась, можно так сказать, когда его не было дома. Он постоянно был в школе, в разъездах. Теперь я вижу, что все это было не зря. Мне очень приятно видеть, что каждый год ребята встречаются, не забывают моего отца. Прошло очень много лет, как его не стало, но тем не менее они приходят. На этот раз играли команды из Адлера и Догомыса, четыре команды любителей баскетбола. В финальном матче в напряженнейшем противостоянии победила дружба, но кубок уехал все-таки из Догомыса в Адлер. Елена Авсицына, телекомпания ФКТ. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok